Сегодня у нас неделя влогов и сейчас я не накрашенная, я думаю вы и так понимаете, причем на камере я выгляжу какой-то опухшей, вообще я намного хуже выгляжу сейчас на камере, чем в зеркале. По поводу моей кожи, могу вам так сказать, вы видите то, что она не идеальная, но при этом она сейчас у меня намного лучше, чем была, когда я вот была в Болгарии. Вот эти вот красные, это просто следы какие-то от каких-то болячек, которые были, то есть в целом я не знаю, что случилось, но мне кажется, что все-таки вот эта штучка мне помогла, которой я мазалась, я мазалась и утром и вечером, кстати, сейчас тоже надо мазаться, очистить кожу. Вот этой фигнёй я мазалась салициловой и она сушит кожу, да, но при этом я её увлажняю кремом хорошим, поэтому новых каких-то прочей у меня не вылезает, а кожа очищается достаточно хорошо. Сейчас я буду краситься и потихоньку рассказывать вам сегодняшний план наших действий. Сегодня у нас должен быть классный, насыщенный день и я думаю, что таким он и будет. Сейчас время 12 и могу сказать, что мне было очень сложно встать сегодня, потому что мы ночью смотрели сериал. Леденящие души, приключения Сабрины. Я сначала не хотела смотреть этот сериал, потому что я не знаю, почему, просто дело принципа не хотела и всё. Но в итоге мы со Славой начали смотреть, потому что каких-то других крутых сериалов мы не нашли и идей особо не было, чтобы смотреть, поэтому решили начать смотреть Сабрину. Это типа новая версия Сабрины «Маленькая ребят и ведьма», но я её постоянно называю Сабрина, мелкая сучка. Мне нужно поторопиться, потому что я должна была встать пораньше, но мне так хотелось спать, что просто пипец. Поэтому я каждый раз будильник переставляла на позже, позже и позже. Меня это так бесит, когда я так делаю, потому что я же прекрасно понимаю, что от этого больше я не отдыхаю, не высыпаюсь, вот если честно. Потому что переставлять будильник на каждой там 10 минут, тупо. Знаете, иногда я быстро встаю, иногда вот так вот тяжело, как сегодня. Но в целом я встала, и это главное. Но хуже всего, когда я просыпаю. Я ненавижу, когда я просыпаю. Потом я резко встаю, бегу, собираюсь просто. Такое я не люблю. Поэтому в последнее время стараюсь заставлять себя прям вставать. Ложиться пораньше тоже. Кстати, я постоянно хочу уснуть раньше, но из-за этого тупого сериала я уже лежу, понимаете, и глаза вот так вот смотрю. Один глаз у меня уже спит. Я все еще до сих пор не пользуюсь пудрой. И мне это нравится. Но для видосов я не знаю, как у меня это получится. Именно для видосов дома будут снимать на камеру со светом, потому что лицо очень сильно блестит. И все будут думать, что я просто очень сильно вспотела. По поводу моих планов для сегодня. Сегодня мы с Кариной поедем делать вместе маникюр. И самое крутое, что мы с Кариной сегодня будем сидеть в VIP-комнате. И заодно посмотрим, какой маникюр я себе сделаю. У меня вот такие ногти сейчас. В принципе, обычно, когда они в таком состоянии, я еще ухожу какое-то время, потому что они у меня отросли. Но не так уж сильно. Ну, видно, конечно, что отросли. Но так как Карине нужно сделать маникюр, потому что она улетает в Лондон, а мы хотели пойти вместе, я пожертвую своим белым маникюром и сделаю себе новый, чтобы сидеть вместе, как подружки. Потом мы поедем в шоурум. Замазала свои прыщи немного, хотя все равно и тут видно, и тут, и тут. Но не будем дальше мучиться. Через 20 минут ко мне должна прийти моя подруга Надя заплетать мне косички, потому что голова у меня не такая уж и чистая. Я вроде как сегодня была записана еще на укладку, но я подумала, блин, ну да нафиг мне укладка сегодня, ну что-то неохота мне. Потому что на грязную голову делать укладку отстой, а мыть голову в салоне мне вообще лень. Хоть меня там и помоют, но сушить ее будут очень долго из-за нарочных длинных волос. Поэтому нафиг. Знаете что, я на таких нервах последние два дня. Просто жесть. И вот если кто-то напишет ПМС, я не буду его останавливать. Все мне ванится из рук. Вчера я вообще была уверена в том, что я потеряла зарядку от этой камеры, на которой я снимаю. Это я вчера ночью обнаружила, представляете? Думаю, блин, все, пипец. Я очень редко что-то теряю, но если я что-то теряю, я слетаю с катушек. Потому что для меня, для человека, который терпеть не может, беспорядок. Я люблю, когда у меня все на своих местах. Что-то потерять, где-то там забыть. Это очень сложно психологически. Не знаю, может я просто хочу все контролировать. Вот, а в итоге потом я нашла зарядку, поэтому я успокоилась и все в порядке. Так что вот. А позавчера ходила на реснички и хотела сделать ламинирование бровей. Но в итоге не сделала, потому что мне многие мои подписчики посоветовали не делать. Точнее, взять перерыв два месяца от прошлого ламинирования бровей. Не думала вообще ни разу, что там нужно какие-то перерывы брать. Для меня перерывы это вообще непонятное слово, потому что я ресницы наращиваю уже, не знаю, лет шесть, наверное, без перерывов. Нарочные волосы тоже я как бы не снимаю, не хожу без них, пока мои не отрастут. И поэтому перерывы это что такое? Я купила в Ане Ключко какое-то масло для бровей. И оно типа усиливает рост волос, пробуждает спящие там луковицы, туда-сюда. Я, короче, начала сейчас смазать брови на ночь. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они у меня такие были, как я крашу. То есть я где-то закрашиваю там, где у меня пробелы есть. Причем пробелы у меня появились после того, как мне удаляли татуаж. Вот знаете, где-то вот здесь вот сбоку. Мне удаляли его тоже. И у меня там мало волос. Поэтому татуаж это тоже такое, знаете, дело. Прежде чем сделать татуаж сто раз подумайте, потому что потом, когда будете его сводить, когда вы поймете, что он вам не нравится, или это уже не модно, или форма не ваша, подумайте, потому что, когда удаляю татуаж лазером, у вас могут испортиться ваши волоски, какие-то могут вообще не расти потом. Тех, кто хочет сделать удаление татуажа, могу успокоить. Мне было совсем не больно делать такую процедуру. По ощущениям сравнимо с тем, что вы щипывали брови. Вы когда выходите? Ко мне сейчас Надя придет. Заплетет мне косички. Я сейчас крашусь, одеваюсь и, в принципе, готова. Ну, на косичке тоже где-то полчаса. Хорошо, давай. Ты что скажешь? Если что, мне ужасно. Что тебе? Ну, не ужасно, ладно. Ну, в таком себе состоянии, я надеюсь, я смогу высадить на маникюре. Выпить попиву. Да, покушай, полегче станет. Ну, давай. Да, давай. Отдыхай, я тебе напишу, когда выходить. Давай, давай. Давай. Спасибо, давай. А, стой. Можешь взять проблетку? У тебя есть у меня просто вообще ноль. Какая? Головы. Да. Какой-то обезболосил. Только по-братски. Ну, где-то у меня башка обалит. Ладно. Спасибо. Давай. Так что вот, Карина вчера, у нее вообще жесткий был день, потому что она летала в Самару. Она утром полетела в Самару, а ночью вернулась обратно. Знаете, какая она лопущая, мой медвежонок, мой медвежонок. Вчера мы с ней чуть не поругались, потому что я хотела пофотографироваться с Вивьеной, а она морды корчила и делала вид, что она несчастлива. Всегда очень переживаю переборщить с косметикой. Кстати, Слава смотрела мои влоги, с недели влогов, и в каком-то влоге говорит, у тебя нос квадратный. Зачем ты его таким, так красишь квадратным? Я не знаю. Сам так получается. Ну вот, что значит, научилась более-менее контурировать, уже нос квадратный себе рисую. Жесть. Вот такой макияж у меня получился, да. Где-то видно какие-то болячки, типа того, но всем они идеальны. Мне нравится, люблю косметику. Ну вот, это моя подруга Надя, с которой мы, кстати, вместе с первого класса. Вместе. Вместе, да. Причем Надя со мной прошла аж целые две школы. Ну, мы вместе прошли, потому что с первого по третий класс я училась в музыкальной школе, как раз вместе с Надей. И потом я ушла в четвертый класс в другую школу и училась. В каком классе? Ты в восьмом пришла, да? В девятый. Ну, нифига. И потом в девятый класс к нам как раз Надя пришла и вообще шок. Ну, короче, вот Надя, наверное, не наверное, сто процентов единственный человек, с которым вот еще с музыкальной школой я общаюсь по сей день. И вообще. Вообще не общаюсь. И вообще со школы, ты прикинь? Реально, я со своей школой ни с кем, кроме тебя, не общаюсь. Так что вот, сейчас заплетемся и покажу вам, что получится. Ну вот, короче, мы закончили косички дать. Совсем нет ветра. Первый день августа, понимаете? Погода супер. Так что вот, погода вообще не радует мой глаз. В машине написано, что 15 градусов. Отстой вонючий. Сейчас уже еду за Кариной. Немножко... Нет, не опаздываем, но планировалось выйти где-то в час 30, а сейчас уже 2 часа дня. И это, конечно, отстой. Но я надеюсь, что мы не опоздаем, просто салон находится в центре. Вот, а еще сегодня Карина будет наращивать ногти, я волнуюсь так. Просто она этого обычно никогда не делает, поэтому интересно очень посмотреть, как вообще на ней будут смотреться длинные ногти. Вообще белый мне нравится, классный. Не знаю, я думала красный сделать. Не знаю, что решу. Просто у меня красный педикюр, поэтому я думала сделать красные ногти длинные тоже. В принципе, это выглядит круто. Такая модная! Вы поглядите на ее модную куртку с блестками. Ладно, я только тепло одеваюсь. Что, голова болит? Ну, вот такое, да. Это еда мне? Да. Возьми мою маленькую сумку черную. Там лекарство еще шоколадное. Как думаешь, кокос или шоколад? Шоколад? Ну, доставай две. Это типа батончики, чтобы не потолстеть, да? Нет, их можно, если будешь есть, тоже потолстеть. Просто они правильные и без сахара. Ну да. Вот тебе таблетка. Таблетка! Спасибо все условия. Только чувствую опоздаемый, брат. Как карта лежит, не знаю. Ну ты вообще готовилась. Плохо себя чувствовала. И не успела, ну ничего, короче, не успела сделать из того, что хотела. Я тоже. Ну, нет, как? Я хотела еще покушать сегодня, но это не успела. А почему ты не поела? Ну, ко мне пришла Надя, мы делали косички, поэтому... А в твоем салоне, куда мы сейчас едем, там нет ничего? Ну, там печеньки какие-нибудь можно попросить. Не, ну там дают, типа, когда... Можем доставку сделать, знаешь, кстати. Ну, не, мне пофиг, я поела. То есть, ты справляешься с любым голодом, я это уже поняла. Ты единственный... А, как тебе сотня? А-а-а, ну скажи, ты до какого момента досмотрела? Сезон только посмотрела. А-а-а. И что тебя больше всего в шок повергло? Ну я не могу здесь сказать, это спойлеры будут. Мне интересно, мне интересно дальше смотреть, несмотря на то, что там все закрутилось, замутилось. Как обычно, это бывает в сериалах на сезоне, там, пятом, шестом или типа того, иногда и раньше. Не знаю, что сделать. Надо поесть что-то, чтобы не умереть. Попробуй шоколадную. Так, интересно. О-о-о, печенёшка! Ну как тебе в Москве дома? После месяца в Болгарии. Офигенно. Я когда пришла, я такая захожу и думаю, это музей? Это что такая красивая у меня квартира? В общем, я не знаю. У меня действительно появилось желание поменьше путешествовать, потому что я просто понимаю, что я свою квартиру редко из-за этого вижу. Это нечестно по отношению к моей хорошей девочке. Вкусно, нормально? Ну, чтобы не умереть, можно, да, съесть. Чтобы не умереть из голода. Нормально. Мягкая. Она протеиновая. Что значит? Типа, буду ходить и худеть? Ну да. Протеины. Мне нравится путешествовать, но меня это так достало, что-то немножко. Ну, как достало. Меня бесит, что меня дома иногда реально тоже не бывает. Хотя ты больше, чем я путешествуешь, но я люблю быть дома. Мне нравится дом. Несмотря на то, что у меня не такой шикарный ремонт, но дом, типа, для меня главное, что дом, уютно, люблю свою кровать и все такое. Хотя путешествия люблю, но, знаешь, мне нравится, когда я куда-то улетаю в путешествие, когда я действительно хочу куда-то поехать, когда меня достала Москва. А не тогда, когда, твою мать, опять куда-то лететь. Да. Конечно, хочется где-то что-то еще увидеть новое, но из-за того, что ты дома так мало, вот эти вот все беготни, мне хочется спокойно все дела решать. Потом собираться, планировать там хотя бы за месяц какую-то поездку, спокойно лететь. Ну что ж, мы приехали уже на место назначения, даже не опоздали. Сейчас 14.47, у нас в 15.00 запись, так что сейчас мы даже успеем сходить куда-нибудь покушать, взять кофе. Чего воду не закрыла? Где колпачок? Колпачок, говорю, где? Что? Воду не закрыла. Забей. Ну ладно, в центре можно услышать такие прекрасные звуки, звуки стройки. Есть 20 минут, чтобы идти на братьев, поесть и вернуться в салон. Думаю, у нас ничего не получится. Ну, привет. Ну, в принципе, 15-минутное опоздание, оно как бы, ну, нормально. Карается смертью. Нет. У вас нету вот такой штучки? Звоночек. Бедный человек. Проехать не может, никто не дает. Ах, красиво в центре, да, молодцы мои ребятки? Пошли, нас пропускают. Ура! А, быть пешеходом так волнительно. В Москве быть пешеходом не так волнительно, как, например, в Грузии. Там вообще, типа, ты пешеход, что-то собрался переходить дорогу. Сначала я задавлю тебя, твою мать, твою семьюцию. В общем, да, Грузия моя милая. Так хочу к тебе вернуться, я, моя любимая. Кстати, тут где-то дульчишок. А, в другом повороте. Сегодня вы увидите примерно один обычный такой вот мой день в повседневной жизни в Москве. Вы в этой неделе влогов увидите абсолютно разные дни моей жизни. Какими они могут быть? Что они создали? Да. Какая-то истерика была. Ну, надо было подойти, моя хорошая. Ну, ну, все. Увидите разные денечки моей жизни. Какие-то будут очень такие, ну, как я всегда говорю, скучные. Я просто буду сидеть дома, заниматься какими-то делами. Либо ходить там по своим каким-то личным делам, не связанными никак с работой или с красотой. Типа салонов. Бывают такие дни? Ну, да. Бывают. Типа там съездить за продуктами, сходить в кино с любимым. Дома прибрать. А, блин, так грустно. Оскар не любит кино. Ай. Это убивает меня изнутри. Как так можно? Вон они, братья, да? Да. Ура. Сейчас пойдем брать. Знаешь, не хочу я брать бутер, индейка, яйцо. Возьми еду. Ну, да. Я возьму еду. Главное, чтобы быстро положили. Просто мы можем там провести много часов. Можешь обед себе взять сразу. А, не, на маникюре мы недолго будем. Да что тебе сказал? Ну, блин, ну, максимум два с половиной часа. Это максимум просто. Это долго. Нифига, посмотри, какая заставка по цветам на твою похожа. А-а-а. Что это был за бренд? Хочу тут сидеть, смотреть в окошко. Ладно, сейчас закажем еду и вернемся к вам. Юля делает кофе. Ну-ка. Научи всех, как надо. Сначала вставляем жетон. Потом здесь появляются две чашечки. Я уже выбрала, поэтому, не знаю, видели вы или нет. Нужно выбрать нижнюю. Здесь, кстати, очень умно сделали. Любой кофе. 199. Не важно. Большой, маленький. Капучино, Американо, латте. Все. 99. Не знала? Нет, ну нормально. Я не хочу, чтобы встретиться. Маленький, большой. 99. Я думаю, что-то, блин, ошибется, наверное. Я недавно совсем завтракала. Если у тебя что-то останется, я побуду пробовать. Не останется, думаешь? Не знаю, но думаю, что я не буду. Ну, не, я тебе не говорю, что от меня что-то. Просто, если у тебя достанется, я попробую. Ну, как попробую. Салат может останется. Лет, до аппетита. Спасибо. Какой вид на центр. Фух, ну так. Мы уже подходим к салону. Вика волнует, потому что он дико крутой. Ну что ж, мы пришли уже в салон. Сейчас сели как подружки. К нам будут делать манипюры. У меня уже начали. У меня будет коррекция наращивания, новое покрытие. Если вела у Карины будет наращивание. Так волнует. Вообще перераз жизни. Ты что, сумасшедшая? Я наращивала все только... Один ноготь когда ломался, да? Один сломанный ноготь. Если необходимо. Смотрим величайшего шоумена. Заткнись, ты так и не понял. В общем, очень тяжело выбирала, какой цвет ногтей сделать. Но в итоге мы с Кариной решили, что будем совсем как подружками, сделаем один цвет. Поэтому скоро увидите, какой. Ты шикарно выглядишь с длинными ногтями. Как же ты меня будешь любить, если я наращуришь на ногтях. Что, я с ума сойду? Подружка. Моя мечта, чтобы ты что-то с собой всегда делала. И мы были подружками. И обсуждали все эти бьюти-процедуры. Хочется, когда такие ногти, сразу мейк сделать, выческу укладку. И надеюсь, это самое лучшее. Потому что вот это волш, который вышел, не достоин таких ногтей. Да ты достойна. Ты достойна самого лучшего, моя подружка. Очень хочется взять вот как будто бы и вытрать себе глазное яблоко, когда все-таки ногти. Потому что вот так легко можно сделать. Попробуешь, расскажи потом. Кайф. Сделали мне пирсинг. Ну-ка, подружки, как будто бы просто две руки одинаковые. Да, у нас разные пальцы. У меня жирнее. Ну как ты себя ощущаешь? Хочу посмотреть на себя в зеркале. Спасибо вам, Роба. Ну вот, ребят, мы и закончили. И я просто обожаю этот салон, потому что он нереально большой, красивый и модный. Вот мои ноготочки. Как вам цвет? Мне безумно нравится. Когда я сюда первый раз пришла, я просто офигела от его красоты. Он такой модный. Просто с ума сойдете. Очень здесь красиво. Можно даже покачаться на качелях. Здесь вам сделают нереальные укладки, прически. Покрасят вообще уход за волосами. Очень-очень классный. А на втором этаже девочки делают педикюр. И я когда сюда приходила, у меня тут делали педикюр. Смотрите, как классно. Вот тут я, кстати, сидела. Всем, кто живет в Москве, реально рекомендую ходить в этот салон. Потому что, во-первых, мне очень нравятся мастера здесь. Они все профессионалы своего дела. Тут очень красиво. Классная атмосфера. Приходите, как подружки, сюда. Лип-зал. Так, ну все, мы закончили маникюр и приехали сейчас в шоу-рум. Я там еще не была. Карина уже была в этом шоу-руме. Что-то брала у них классное. Оттуда у меня две любимые вещи. Это меня вдохновило. Надеюсь, что это классное найдется и для меня. Ну-ка, еще раз. Как будто они делают меня взрослее. Если бы еще был крутой мейк, я хочу теперь накраситься как-то бомбически за свой причесон. И, ну, соответствовать своим ногтям. Знаете, как я счастлива! Обожаю, когда у Карины что-то такое, ну, бьюти она делает. Карина говорит, в Москве красивые люди. А еще фриков много. Ну да, но есть очень красивые и крутые люди. Современные, модные. На чистых прудах, короче. Кто из Москвы, тот в курсе. Кто был в Москве, тот же в курсе, наверное. И остальные пруды застечивые. Одинаковый лак. Привет. Это Карина, это Юля. Очень приятно. Взаимно не против, если я поснимаю? Конечно, снимаю. Сейчас я только включу. О, класс, спасибо. Я уже, да, я у вас была, Юля, в первый раз. В первый раз, да. Ого, так миленько. Да, разные бренды локальные. То, что производится в России, вот, и российские. Такими дизайнерами. Сейчас есть очень классные такие огненные костюмы с брюками и с рубашкой. В таком пыльно-лавандовом и розовом цвете. Смотрите, вот кимоно. Ой, классно. Вот их можно, то есть, все подгонить. То есть, например, и снаодыхи. Хотя, в принципе, у нас и в городе тоже их носят просто как платье. Это твои первые велосипедки на тебе? У меня нету, да, вообще. Сейчас же это модно. Какой-нибудь объемный этот. Капюшон. Кимоно. Лаль. Все вместе. Капюшон и кофта теплая. Свершот? Да. Типа такого. Такой какой-нибудь объемный, знаешь, велосипед. Вообще, я обожаю такие комбинезончики. Этот выглядит таким большим, но на самом деле, это стиль такой. Тут надо подсобрать. Завязать. Подружки. Уже вижу, как блокирует монетизацию на этом видео. Из-за песни? Да. Там просто Селена Гомес на фоне играет. Ну, как тебе, классный поджачал, да? Причем это рубашка, в которую можно как пиджак носить. И причем лен. Ребята, посмотрите, какой красивый и классный костюм на мне. Это лен, да? Да, да, да. Я в шоке просто. Мне безумно нравится цвет, вообще офигенский. Но вы все равно на камере так не увидите, на экране. Такие штаны классные, что вы подумаете, что я себе сделала попу. Так, расправляем карманы. И вот я уже кинь кардешком. Как перестать кушать эти ногти? Вкусные. Наконец-то расстаемся с ней. Да, так она мне надоела. Две недели вместе были, еще в Москве увидимся. Ужас. Мы еще увидимся. Не знаю. Не знаю. А что это за дела? Не для отлета. Всякие. Не знаю. Хочешь один скажи? Брови сделать. Что именно? Коррекцию без этого. Как это? Ламинировать? Без него, да. Потому что мне еще рано. Смонтировать два видео. Что за видео? Из Болгарии. Если я до Лондона его не сделаю, то это все. Край. Потому что я уже не захочу, наверное, выпускать видос в конце августа. Который очень старый, да. Конечно. Дотелай. Что это? Приди домой, дотелай сейчас. Легко сказать. Мне нужно сделать правки к шоу. Завтра должно выйти. Он вообще еще не готов. Я не знаю, что делать. Это так ужасно. Что завтра должно выйти? Шоу? Да. Край. 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 Время лететь. Да, вообще. Надо было сначала хоть парочку выпусков подготовить. Да просто я не виновата, что ли? Вы так быстро подписались, мои хорошие, на меня? Это ужасно. Мы хотели так и сделать. Я в шоке. А я пойду сегодня в кино на Форсаж. Какой он там? Хобсон шоу. Это не Форсаж. Там не будет никого, кроме Хобсон шоу. Да мне пофиг. Название это, Форсаж. Да, но вот. Так что Слава уже мне пишет вовсю. Ну что, ты когда приедешь в кино Форсаж вышел? Я говорю, бегу, бегу. Бегу. Ногти. Я, кстати, спросила, как вам? Мнения разделились. Многие пишут, это же отстой. Почему? Ну, не знаю. Типа натуральность в моде. Какая натуральность? Ну, не знаю. Типа кутикулы отросшие, обгрызанные ногти. Вот это натуральность. Как тебя бомбит, когда такое дело? Тебе сейчас еще все это дело монтировать? Да. А когда в кино? Это уже называется неделя влогов. Нет. А, ты пойдешь в кино сейчас и ночью будешь монтировать? Да. А чего нет? Ты же думаешь, что ночами ходить в кино? Ну, сейчас могу начать монтировать, потом продолжу после кино. Молодец, моя хорошая. А мне надо видео снять в IGTV. Сейчас этим и займусь, наверное. О чем? Не знаю, я выписала себе пару тем. У меня челлендж есть. Снимать видео в IGTV 10-минутное. Болтушки каждый день. Нифига, это как неделя влога, так и только неделя. А я не монтирую просто. Я болтаю и так и заливаю. Мне нравится. И людям есть что посмотреть. И мне есть о чем поговорить. Так сказать. Очень интересная идея. Очень. Надеюсь, что вы будете смотреть неделю влогов, независимо от того, есть Карина в этом видео или нет. Будете? Потому что не факт, что мы с ней еще увидимся за эту неделю влогов, так как она улетает буквально через полный день. Мне еще два дня здесь. Ну, да. А в воскресеньце я улетаю днем. Оск еще, кстати, не дал свое мнение по поводу ногтей. А он видел уже? Не знаю, но в сторис я уже загрузил. Мы еще не общались. Может, поэтому? Не, я думаю, все нормально. А в любом случае, если ему не понравится... Мне кажется, ему понравится. Напиши потом, что он скажет. Мне интересно. Да, потом им расскажи. Да, но я думаю, что ему понравится. Это же красиво, это женственно. Мои хорошие, до свидания. Мои хорошие, пока. Десять минут, до свидания. Пошла нафиг. До свидания. Вот так. Закрывается багажник, и мы едем домой. Уже поздно, я бы даже так сказала. Ну, как поздно? Что там, восемь часов? Около девяти. Итак, я уже дома, отвезла Карину. Ну, вы сами видели. Если не о чем рассказывать, всегда можно показывать Вену. Нала-ла-ла-ла-ла! Нала-ла-ла-ла-ла-ла! Что это М Lebenер... М deh. Ух-ех-ех-ех-ех-ех. ну что ж ребят у меня уже заканчивается батарейка это значит что нужно с вами прощаться и ждите следующий влог завтра как обычно неделя влогов началась надеюсь что вам понравилось это видео если так то ставьте палец вверх подписывайтесь на мой инстаграм на мой youtube канал пожалуйста вот дальше интереснее буду больше вам показывать и завтра еще ко мне придет клининговая компания так что всем пока спасибо